Весь декабрь прошлого года в Татарстане проходил месячник нелегальный алкоголь. Его итоги подвели сегодня и отметили, что в конце года объём изъятого нелегального алкоголя увеличился. Отчитались на встрече и о работе ЗАГО Госалкогольинспекции Республики. Признанными соответствующими требованиями ГОСТов безопасности и легальности более 600 тысяч литров алкогольной продукции. В лаборатории Госалкогольинспекции проведены испытания порядка 20 тысяч образцов, 1260 из которых забракованы. По-прежнему острой проблемой специалисты называют двоз в республику алкоголя из Казахстана. Представители Госалкогольинспекции не устают повторять, что он опасен для человека. После проведённых исследований выяснил, что продукция сделана из непищевого сырья. В ней превышено содержание метанола и тяжёлых металлов. Нашли даже ацетон. В нашей лаборатории проведено порядка 400 исследований образцов различной казахстанской продукции. И все представленные образцы не соответствовали требованиям ГОСТов. При этом многие из них признаны опасными для жизни. Специалисты Госалкогольинспекции проверяли не только магазины и супермаркеты, но и интернет-сайты. В последние годы потребители предпочитают покупать, не выходя из дома, не только одежду, но и спиртные напитки. Цена, которая в разы дешевле, привлекает. Но и дорогой товар может оказаться хорошей подделкой. Были приняты судебные решения о блокировании более 130 сайтов. Кроме того, по инициативе инспекции заблокировано порядка 150 групп, участники которых занимаются распространением алкогольной продукции в социальной сети. По сравнению с прошлыми годами увеличилось число налагаемых и взимаемых штрафов. Так, в этом году штрафы были собраны на общую сумму более 22 миллионов рублей. Чаще пользователи интернета стали оставлять свои заявки и на сайте Народный контроль.